Спасибо большое. Спасибо за то, что вы сегодня наш модерат. Я бы хотел рассказать вам о терапии эндогенными стволовыми клетками. Это новый метод лечения эректильной дисфункции. Это новый метод. Вы все знаете, что очень много мужчин страдают от лечения эректильной дисфункции. Около половины. Половина из них имеет психологические проблемы. У других проблемы уже органические. Это или фиброзная, эндотиальная дисфункция, или сосудистая проблема. Мы провели исследование, и мы увидим, что из-за фиброза кавернозных тел увеличивается количество случаев возникновения случаев ЭД. И также есть органические изменения. Это также увеличивает количество случаев ЭД. А также это связано с случаями сахарного диабета. Итак, как восстановить эректильную функцию? Мы знаем, что есть инъекционная терапия, есть терапия ингибиторами. Но иногда мы не можем бороться с психологическими проблемами. Итак, идеальные методы лечения ЭД, восстановить эректильные функции, снять психологические проблемы. И инвазивные методы тоже должны быть, если мы их используем, безопасными, а лучше использовать неинвазивными. Также это не должно быть дорого. Есть терапия ингибиторами ПДЕ-5. Здесь не всегда хороший результат. Это фармакотерапия. Также есть метод генной терапии. Более 20 лет назад мы начали изучать патологические изменения на физиологическом уровне, которые можно устранять различными способами. Геннергино-фармакологическими, терапия стволовыми клетками и другими клетками. Обычно мы используем пока стволовые клетки только в клинических исследованиях, потому что это определяется законодательно. Терапия стволовыми клетками. Мы, может быть, в будущем сможем это использовать, эти этологичные эндогенные клетки, которые будут браться из тела человека, то есть использоваться для восстановления его эректильной функции. Тем не менее, нужно подогнать под это законодательную базу, провести клинические исследования и получить необходимое одобрение от соответствующих медицинских законодательных органов. Итак, терапия эндогенными стволовыми клетками, согласно исследованиям в лаборатории, показывает, что мы можем изменить патологические процессы, но есть недостатки, этические, законодательные проблемы, монологические отторжения, источники ограничены, также может быть формация неоплазмов и отторжения. Может быть, в будущем мы увидим клинические исследования и уже на людях. Но недавно, несколько лет назад, мы проводили исследование эндогенных стволовых клеток и мы узнали, что эти клетки, они быстро обновляются, они обладают самообновлением, мобилизацией и также мультидифференциацией, то есть их можно превращать в другие клеты. Итак, мы используем технику или стратегию, которая сохраняет принадлежность или цель этих клеток, то есть клетки имеют определенную принадлежность, то есть мы записываем это их в ДНК. и используем их для создания необходимых тканей. Недавно, в 2010 году, доктор Ли проводил исследование эндогенных стволовых клеток. Он использовал три вида стволовых клеток. Были использованы клетки волосяной поликулы желудочно-кишечного тракта и спинного мозга. И как они активируются? Есть ткань, мы берем оттуда клетки, потом нам нужно активаться, после этого происходит формирование тканей и дальнейшая миграция в другую клетку. Здесь есть специальный микромеханизм, который определяет их назначение. Здесь есть этот механизм, который мы исследовали. После того, как проходит активация, мы переходим к стадии мобилизации. Мы вводим эти эндогенные стволовые клетки, и они мигрируют из этой ткани, именно в то место в этой ткани, которое нужно заживлять или восстанавливать. Что очень важно, они присутствуют во всех тканях, их можно активировать, они самовозобновляемые, и они могут играть огромную роль для органогенеза во время развития и формирования тканей. Мы провели исследование недавно, а что же с эндогенными стволовыми клетками полового члена. И мы обнаружили, что в пенисе, в кавернозных телах есть стволовые клетки, прогениторы, и они различаются по виду на разных своих стадиях развития, то есть по дням и по неделям они имеют разных видов. Фенотипические характеристики вы видите на экране, мы можем провести клонирование клеток из пениса, которые мы забираем. Сейчас мы можем уже обнаружить эндогенные стволовые клетки в пенисе, а как это использовать в клинических исследованиях. Как мы знаем, у нас сейчас третья революция в науке. Уже давно, в 1953 году, мы обнаружили ДНК, то есть открыли, потом геном, геномная революция была, а сейчас эволюция генной инженерии. Это медицина будущего. Я думаю, что именно третьей революцией станут эти эндогенные стволовые клетки. Мы исследовали это с помощью шоковой волновой терапии, как меняется состояние пениса. Здесь мы видим различное давление, и, может быть, именно для пениса нам нужны оптимальные показатели давления. Итак, изначально, два года назад, был изобретен новый аппарат шоковой волновой терапии, который используется для лечения пениса. Мы проводим такую терапию для половины пациентов. Это очень важный аспект. Мы провели исследование, как действует этот механизм волновой терапии, потому что также связано с стволовой клетки. Мы знаем, что с диабетом связана эректильная дисфункция. Здесь у нас диабетическая модель была на экране. Эффект волновой терапии на клетках с определенной имя функции при диабетической модели ЭД. Также у нас есть изменения по содержанию мускулатуры мягкой, гладкой, простите, эндотелиальной содержания, также меняется. И что еще интереснее, в пенисе эндогенные стволовые клетки начинают увеличиваться в количестве после волновой терапии, шоковой волновой терапии. Может быть, это запускает какой-то процесс, который вызывает какие-то изменения и вызывает формирование новых стволовых эндогенных клеток. В Китае мы проводили исследования. У нас существует много тысячелетий традиций нашей китайской медицины. Например, наши козы сто раз в день могут иметь сексуальный контакт. Мы взяли основные компоненты, это Икоресайт 2 в клетках этих животных. Мы использовали этот метод на взрослых особях и использовали нейрогенную модель эректильной дисфункции. Мы проводили опыты на крысах. При лечении айкарина мы получаем максимально выраженный эффект улучшения функции. Также ICA2 может изменить патологические изменения нейродегенеративного характера также. А также значительно улучшает содержание тканей тканей и нейрогенные показатели. Еще интереснее и важнее, что лечение стволовыми эндогенными клетками влияет также на клетки швана. Мы проводим очень много исследований по лечению различных видов эректильной дисфункции. мы рассматриваем патологические изменения, которые есть. Они также являются обратимыми в пенисе с помощью применения эндогенных стволовых клеток, как мы видим на опытах на животах. как мы видим здесь P38 это еще один результат. В будущем терапия такими стволовыми клетками эндогенными имеет огромный потенциал. В будущем мы должны использовать взрослые ткани для того, чтобы производить новые клетки необходимыми нами функцией. В будущем будет больше исследований проведено и тогда мы сможем сказать больше. Это наша награда. В прошлом году мы получили приз эту работу. Ибо я хотел вас пригласить с 11 по 14 сентября 2015 года приезжайте к нам в Пекин в Китай на нашу конференцию.